здравствуйте дорогие друзья подписчики каналов второй рим также дикие варвары что еще не подписались настало сегодня наше время наконец-то поговорить об императоре константине мы с него начали вести канал сегодня как всегда мы в каноническом составе с нами сергей сергей привет привет к вели ты и вот мы поговорили о константине в самом начале это было довольно обзорная лекция потом его правление мы касались глебом торгонским когда разбирали его реформы относительно христианства и первые два вселенских собора ну а сегодня мы поговорим о войне с максенциям а той самой войне которая принесла константину славу после которой вышел знаменитый миланский эдикт и собственно после которой ни у кого уже не было сомнений в том что константину достанется верховная власть ну что ж на этом передаю слово сергею мы начинаем но интересная война вот и так разрекламировал но на самом деле в целом вся эта война 312 года она как бы рассматривается как одно из столкновений эпохи тетрархи один из эпизодов гражданской войны которая началась в общем-то событий 306 года и продолжалась с перерывами до 324 года и обычно эту войну константина максенция сводят к сражению мульвийского моста и победе константину ну и конечно же история про крест который он увидел и велел нарисовать своим бойцам на щитах как бы выглядит все это так как будто ее ход изначально предопределен то есть константин пришел убил максенция у мульвийского моста взял рим все молодец пришел увидел победил как гласит римская поговорка но вообще и ход этой войны если внимательно посмотреть источники в том числе панигирики которые были написаны прямо вот один из них был написан через год после этих событий да если посмотреть о чем говорят авторы то складывается впечатление что вообще-то итог не был предрешен и при ином раскладе вполне мог победить максенции а вот тогда я думаю ход истории был бы вообще другой в этом смысле война 312 года это одно из судьбоносных событий в истории европы в принципе и ты вот считаешь что ничего не изменилось если бы победил бы максенции да и пришел бы другой какой-то христианский император который сделал бы христианство он все то что сделал константин возможно сразу не в 312 году может быть это произошло чуть позже но я считаю что все равно бы так и случилось но это конечно да возможно но вот та история которую мы имеем она происходит потому что победил константин и поэтому константинополь и поэтому смещение вообще акцента на восток все все весь вектор развития империи смещается туда постепенно не поэтому мы имеем в конце концов ну вот тот самый никейский собор да и ту форму христианства которые имеем и мы имеем такую важную вещь как воскресенье которую празднуем это было решение лично константина сделать десолис день солнца днем отдыха и естественно ими константин которые в общем-то достаточно распространены до сих пор да мы имеем именно благодаря этому если бы битва война 312 года пошла по-другому вполне возможно что более распространено было бы имя максенций но и в общем все вытекающие из этого последствия да еще 12 императоров с именем максенций да прикинь это было бы здорово ну так вот в общем это война и победа в ней определила развитие истории вот следующие 1700 лет и поэтому в общем-то они стоит поговорить да об этом важно поговорить но на самом деле история этой войны начинается в 311 году с того момента что появилось противоречие между несколькими императорами которые управляли империи в это время а вот как получилось так что империи управляют несколько императоров чтобы в этом разобраться нужно пойти еще немного назад и я предлагаю сегодня начать с предыстории всех этих событий и посмотреть внимательно на развитие римской империи в конце третьего начале четвертого века до того как константин пришел к власти и в принципе получил возможность прийти к власти было был кризис третьего века это жуткий жуткая такая череда потрясений для римской империи как все границы прорывали варвары и и не варвары тоже прорывали персы точно так же вторгались на территорию империи естественно экономическая система единая распадалась на куски на региональные такие экономики которые в свою очередь переходили в натуральную форму то есть денежное обращение сокращается торговля сокращается естественно культура тоже приходит в упадок от того времени не сохранилось по-моему ни одного вообще литературного произведения которое сейчас можно было бы вспомнить но во всяком случае я не помню таких да ну и императоры и узурпаторы сменялись едва ли не ежегодно там чуть ли не пить за 50 лет чуть ли не 50-х было регионы империи отваливались объявляли себя независимыми государствами и и только к 270 годам стало понятно как бороться с кризисом и только в 284 году появился император который в общем-то смог аккумулировать весь предыдущий опыт все самые лучшие самые действенные практики и все их применил и остановил кризис третьего века это был император диоклетиан и вот именно он ввел раздельное управление империи государство к тому моменту было слишком большим слишком протяженным враги были слишком многочисленны и слишком активны чтобы их могли сдерживать прежние традиционные римские легионы которые растянуты вдоль границы и в общем то там защищаются теперь нужно было иметь мобильные армии и должны быть мобильные полководцы облеченные высоким уровнем власти и еще чтобы они не испытывали желание бросить вызов императору сложная задача и вот диоклетиан придумал такую схему которую получила название тетрархия это такое такая система управления четверо власти когда государством управляют четыре императора то есть во первых государство делится на две части условный запад и восток ими управляют императоры как бы старшие императоры с титулом август каждый из этих частей делится еще пополам и в ней наряду с августом правит младший император который называется цезарь цезарь востока и цезарь запада вот соответственно четыре императора два августа два цезаря то есть цезарь такой заместитель который наследует да то есть идея заключалась в том что через определенное время правления августы уходят в отставку цезари становятся августами а на свое место они избирают новых цезарей новых соправителей новых наследников ну вот такая система конечно она противоречивая и как показала история такая система могла держаться эффективно работать только до тех пор пока присутствовал некий такой авторитетный признанный всеми император например диокричан вот он был таким в уставшим в этой системе он до основал и пока он мог какие-то принимать самые верховные решения все работало даже после того как он ушел в отставку он все равно обладал достаточным влиянием об этом поговорим он то есть да то есть нужен верховный авторитет во главе тетрархии как бы старший император над всеми над всеми тремя то есть все равно получалось такая система когда есть один главный все остальные вроде как и равны но все равно подчинялись чуть чуть ниже один чуть чуть ниже вот август запада до цезарь еще ниже ну да такая вот схема и вот наступает ну смотри вот смотри вот ты говоришь то перенос акцента на восток случился при константине но это же произошло гораздо раньше диокричан верховный император где сидел в никомидии это городок не так далеко от константинополя который возникнет через 50 лет то есть он уже тогда понимал что восток побогаче поспокойнее и что центр власти высший должен находиться там следовательно эта идея была не у одного константина и проиграв константин в этой войне город на босфоре мог бы основать кто-то другой предположим лицениополь ну может быть идея не основывал бы города может быть и обосновал я же не говорю о том что это не могло быть я говорю о том что то что произошло произошло потому что да только это и все а тогда конечно и в этом смысле константин не был таким знаешь гением который выдумал все сам то есть он во многом повторял то что делал диокричан ведь хотя как конечно их сравнивать нельзя диокричан то пытался навязать всем единую религию и такое новую версию древнего язычества во главе с культом юпитера и геркулеса геракла и он даже взял имя иовий то есть юпитер а своего соправителя максимиана назвал геркулием геркулесом ну в общем а ты это была именно именно попытка навязать силой вот в этом отношении константин скорее сделал выводы правильные что навязывать силой религию это в данный конкретный момент это плохая идея и поэтому хотя константин всегда говорил что типа ребята ну вот я христианин и мне приятно было бы чтобы вы но в общем то ни на кого не давил в этом христианином стал за пару мгновений до смерти но это как бы ерунда полная про легализацию христиан так это не константин до этого додумался два года это сделал галерий да вот это да константин начал естественно путь становления христианином это просто само по себе это процесс и слушай от того момента когда человек впервые услышал о христианстве до того момента когда он впервые подумал прочесть молитву до того момента как он решил вам скажем держать пост идут то есть понимаешь это все растянуто во времени здесь соглашусь и все это время человек может называть себя христианином но константин вот опять-таки в отличие от диоклетиана никогда не испытывал желание давить на кого-то и в том числе не испытывал желание давить на язычников римских традиционалистов то есть он не старался их как бы вводить в шок своим христианством хотя вводил в шок но как бы делал это не но не не радикально он не не видел не по никакой проблемы в том что он понтификс максимус он не видел никакой проблемы в том чтобы там использовать образ солен виктус в конце концов это же только образ ну а почему бы христа который именуется солнцем правду в библии не не мы не подписать под этот образ то есть ибо было в общем-то не принципиально но то что он не верил во христа это я думаю вот тут вот вообще не факт то есть это максимально спорное утверждение даже наоборот скорее скорее всего весь все управление утверждает о том что он то в него верил может быть верил своеобразно и многие священники послушав об сказали бы ну слушай ну ты говоришь что-то очень странное что-то очень странное но мы с тобой знаем что даже в наше просвещенное время люди имеющие специальное образование являющиеся христианами да иногда вот совершают что-то странное да что делал константин ну хорошо я здесь соглашусь том что действительно константин мог всю жизнь идти к тому чтобы принять крещение здесь я спорить не буду эта история на и в наше время очень часто можно такое встретить самая главная мысль которую я сейчас хотел подчеркнуть вот до того как увлекся в эту тему это то что константин продолжал все то что делал диоклетиан это безусловно так идея со столицей на востоке это опять таки то же самое но тем не менее столицей константинополь да ну вот первая тетрархия в общем-то работала работала хорошо до того момента как 305 году диоклетиан видимо ну это было на самом деле уже 20 20 лет его правления прошло уже к тому моменту он почувствовал себе вероятно не очень хорошо то есть жизнь тяжелая зато короткая вот и решил подать в отставку вместе с ним должен был уйти его соправитель максимиан вот они уходят а значит их бывшие цезари становятся новыми августами это галерий на востоке и констанции хлор на западе а кто же теперь займет их место и вот один из наших источников это риттер лактанций он писал о том что о том как принималось решение его принимал диоклетиан как старший август происходило это в некомедии а помогал ему его же цезарь галерий и удивил и у диоклетиана и у галерия сыновей не было а вот у максимяна и констанция хлора сыновья были и поэтому уже давно предполагалось что ну вот вот эти сыновья то точно войдут в тетрархию в роли кого ну вот в роли цезарей очевидно да и в общем-то диоклетиан склонялся тоже к этой идее но галерий его переубедил он выступил категорически против поскольку галерий должен был заместить старшего августа вот самого старшего значит он должен был стать самым старшим и как он сказал сын максимяна геркулия максенций один из двух наших героев его вообще не уважает ну то есть в принципе не уважает и даже не склоняется перед ним хотя он все-таки император это он поступает так будучи частным лицом а что будет если он облечется в императорскую одежду а константин ему в принципе не нравился ну то есть как бы не нравился не тот не другой и галерий говорит что вот я ж буду править да диоклетиан друг давай вот я сформирую свою систему власти своих людей поставлю диоклетиан спрашивает кого и галерий отвечает ну вот у меня есть племянник и максимин газа и друг север вот их я хочу сделать новыми цезарями диоклетиан говорит так они жопы так себе ребята галерий отвечает все нормально я все продумал все будет хорошо если все будет так как я продумал то все будет точно хорошо они как частные лица так себе но как императоры будут они будут лучше но его эта логика в общем то есть в этом во всем дело в чем если галерию суждено стать старшим императором то зачем ему нужны такие подчиненные одновременно соправители которые будут создавать ему проблемы ему нужны те кто будет послушным и я действия понятно он все-таки замещал свою систему устраивал абсолютно верно и в общем то это это одна нормально это даже нормально то есть для безопасности империи желательно чтобы все остальные были верны старшему галерию это кстати везде происходит когда начальство сменяется новый человек всегда приводит с собой свою команду будь то родственники будь то какие то просто знакомые деятельные либо без деятельные так или иначе происходит всегда замещение кадров иногда прям глобально иногда практически незаметно но так или иначе от процесс на всех уровнях существует да верно ну и вот здесь произошло то же самое и наступает 1 мая 305 года рядом с никомедией за городом построили трибунал то есть такой прямоугольный не прямоугольный квадратный помост с него выступают императоры со своими речами как правило и вот здесь собралась армия собрались чиновники и вопреки всем ожиданиям константин кстати стоял там же на этом помосте абсолютно точно и вопреки всем ожиданиям вместо него называют другие имена более того галерий отталкивает его в сторону и выводит своих ребят дазу и севера и их коронуют то есть это прям неожиданно происходит константин максенции туда приходят в уверенности что сейчас произнесут их имена тут галерий так вы вон с трибуны это было конечно неожиданность очень серьезная неожиданность да ну и а что делать многие думаю были потрясены потому что многие ожидали что вот сейчас у нас будут новые цезари наши друзья и знакомые и мы вместе с ними получим ну какие-то выгоды но этого не произошло так или иначе решение диоклетиана признали никаким серьезным потрясением смена власти первая смена власти не прошла 305 год сформировалась вторая тетрархия в дней август востока галерий запада констанций до начали правление вполне спокойно максенцию велели ехать в италию там рядом с римом было то ли его дача то ли государственная дача вилла на которую на которой ему нужно было оставаться такой приказ ссылка почетная ссылка константин остался при дворе в галерия до некоторого времени но я думаю как гарантия от того что его отец констанций хлор август запада не будет предпринимать никаких рискованных действий хотя в принципе август хлор констанций хлор был вполне таким спокойным человеком и лишних действий не совершал никогда но так или иначе это 305 год проходит всего лишь один год 306 и все изменилось весной 306 стало известно что констанций хлор заболел в это время находится в походе несмотря на то что он должен был по идее уехать в медиалам как август запада столица запада это медиалам не рим несмотря на это большую часть времени констанций хлор по-прежнему проводит в набереме на границе с германией в городе августа три вера то есть город посвященный августу император августу октавиану в земле племени три веры августа три вера в общем там расположил свою столицу констанций хлор и оттуда же отправился в британию британии местные племена нарушали границу вот он отправился туда воевать и почувствовал себя нехорошо и тут его сын константин в некомедии видимо обращается к галерию на тему того что но отпустил бы ты меня к папе мало ли умрет посмотреть на него последний раз а галерий понимает чем это все может закончиться как бы не очень соглашается не пущу да но в один прекрасный момент константин вроде бы как уговорил и решено было что вот он завтра отправится в путь но константин решил не ждать и прям уехал в ночь что называется это кстати его характерная черта то есть он при не приняв решение начинает действовать незамедлительно и не достигает свои цели а галерий любитель выпить кстати говоря пишут о нем что он иногда принимал решение пьяном виде и заранее говорил своим слугам чтобы они не не воспринимали себя всерьез и подождали до утра может быть он отменит еще решение ну вот это было третьего нашего вспомнил каком пьяным решил еще одного соправителя назначить в нем галерии покруче он карте я иду ребята пить поэтому все что я скажу и не слушайте но мало ли что этом придумают да ну и естественно на утро как то он понял что константина константин о чем ты ему говорил вечером и это что-то наверное не очень хорошо может сказаться на судьбе государства он резко передумал но казалось что поздно кости уже ускакал и вот константин едет на запад в британию в город эборак современный йорк там находится его отец в конце июля он приехал его двадцать пятого июля во всяком случае двадцать пятого июля констанции хлор умер дальше возникает вопросы когда в точности они встретились прям перед смертью или за несколько дней до смерти или же константин приехал после смерти современные историки рассказывают всякие версии да в предположениях нет недостатка но как это выглядит из текстов например и все в кисарийского складывается впечатление что он все-таки приехал встретил отца и при поддержке отца войска провозгласили его императором причем августом сразу естественно это идет в разрез с интересами галерия галерий знал что константин хлор болен значит он умрет вероятно если он умрет то хорошо бы чтобы августом стал его друг север так и должно произойти он же был цезарем да конечно нужно произойти законная процедура смены власти и север становится августом и назначает себе нового цезаря а ну тоже исходит тоже станет новым цезарем галерий подыщет кого-нибудь он же с кем-то по вечерам пьет наверное нет от боя в друзьях ну и вот тут происходит следующее войска провозглашают константина сразу августом и это с точки зрения вот этой системы тетрархии это узурпация да абсолютно верно это узурпация и но тут смотри в принципе в принципе ситуация пока что но не настолько критично но давай посмотрим то есть когда галерий планировал что третья тетрархия после смерти констанция хлора будет полностью под контроль на ему то есть естественно на должность цезаря запада он метил кого-то своего но точно не константина то есть галерию нужно было чтобы все все четыре патрона в обоими были вместе с ним да никаких константинов там быть не должно было бы а тут такое противоречие на западе появляется август и это константин что за ерунда более того константин отправил галерию письмо официальное уведомление о том что его отец констанций хлор умер о том что войска избрали его императором вместе с письмом приложил свой портрет в мантии августа не на самом деле мотивации константина принять это назначение вполне понятно его отец умер теперь больше некому за него заступиться если бы он оставался при дворе галерия это значит его можно спокойно убить ну либо так либо он просто до конца своих дней останется каким-то рядовым офицером а он как в общем то можно сделать вывод и из текстов его сторонников и из текстов его противников он был человеком ну мягко говоря властолюбивым то есть интересно ему было управлять римской империей поэтому да тут с любой стороны как ни посмотри то лучше все таки было бы сбежать в галлию и не просто сбежать в галлию да ведь если бы он остался там частным лицом то его точно также могли бы зарезать мало ли во избежание то есть в каком-то смысле он был даже заложником ситуации но в общем то он против не был ничего не имел против того чтобы стать императором когда галерию видел портрет константина его письмо говоря что он чуть не сжег портрет вместе с гонцом но советники его успокоили сказали что если напрямую отрицать претензии константина это приведет к войне а война зачем кому нужна война никому с другой стороны но ведь на западе действительно нужен соправитель младший мы знаем что после смерти констанция новым августом становится север а вот цезарь то нужен так пусть константин становится цезарем и все и проблема решена галерий лично послал константина пурпурные одежды с письмом здравствуй цезарь константин в общем то на таких условиях галерий согласен был признать власть константина и вот смотри что интересно константин признает условия галерия а теперь давай вернемся в барак где он находится до в тот момент когда отправляет письмо в некомедию вот что думает константин то есть я сейчас пишу что я август и как реагирует галерий он ярости да и ну либо объявит войну либо назначить меня цезарем ну либо признает меня августом что вообще маловероятно то есть два варианта либо война либо я цезарь с этой точки зрения в общем то это был довольно здравый шаг такой знаешь запросить больше чтобы получить чуть меньше но реально и ожидаемое интересно вообще кстати и вот теперь смотри теперь у нас сложилась третья тетрархия в общем то несмотря на то что действия константина были ну своеобразными похожими на узурпацию но галерий признал их ждать Субтитры создавал DimaTorzok